Головная мета работы по доброму парадкованию – найти господара каждого квадратного метра земли, якая не выкористовывается, как в будущем она приносила экономичный прибыток. У вёсцы-палавки Млыноцкого сельсовета на даденный момент проживая у сего 14 человек. Засталося шмат закинутых будинков и пустозелля. Однако становишься, якое назиралося летость, худко выправили. А кроме того, что полностью навели парадок, поспели отримать с этой земли первый уроджай. Активная работа протягивается зараз и в остальных вёсках. За этот год у нас было снесено 113 домовладений, и вся земля буквально до гектара передана. Получается, 57 гектаров передали в земли сельхозоборота и 13 гектаров в лесхоз. Вы прекрасно можете увидеть, что сегодня земли обработаны. С этой земли уже был собран урожай. Урожай, считаю, для первого года неплохой. У Логули за прошлые четыре годы в Ельском районе было снесено маль 1300 закинутых домов. Земля, где находились будинки, долгий час не пустовала. А мальадразу она была передадена у господарший оборот – сельхазпродприемством альбо лесгасом. Прежде чем производить снос в населённых пунктах, мы определяем земли, которые освободятся после сноса, куда их – то ли в лесное хозяйство, то ли в сельскохозяйство. Если земля плодородная, то, конечно, мы отдаём в первую очередь сельхозпроизводство. Ну а где пески, как говорят, неудобицы, мы решаем и отдаём, конечно, в лесное хозяйство, так как лес растёт даже сосна на песках. Цель наша общая заключается в том, чтобы мы объединили все свои усилия, как власть, так и наше население, в деле наведения и поддержания порядка. Земля должна приносить пользу, в чём бы она ни заключалась, будь то экономика, будь то какие-то социальные моменты. За пушные два годы у сельгазоборот в области было передадено больше за 40 тысяч гектаров земли. Проведение выездной сессии на территории Ельского района – добрая махчимость на практице ознайомится с работой, которая проводится по добропорадковании, и поделится своим опытом. И когда компетентные особы объединяют свои намагания, это значительно спрощает выращение огульной задачи. Самая главная цель, чтобы люди, которые проживают, в том числе в глубинке, чувствовали себя комфортно. Поэтому я уверен, что сегодня сессия удалась. Много увидели, я отобщался со своими коллегами, с депутатами областными, значит, с районными. И вот вижу то, что польза от этого очевидна. Люди что-то подчеркнули для себя, что-то извлекли, какие-то, может быть, моменты, которые потом в дальнейшей своей практической работе будут применять. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отелерадиокомпания «Гомель», Ельский район.